А депутаты ЗАГСобрания Края сегодня ответили на подозрения блогера Алексея Навального в нарушениях при проведении закупки иномарок Камри. Напомню, накануне на сайте Роспилу он опубликовал запрос в наш парламент с просьбой обосновать стоимость контракта на автомобиле. Это более 5,5 миллионов рублей. Навальный пригрозил обратиться в антимонопольную службу, если депутаты не исправят документы. Вице-спикер ЗС Валерий Семенов сегодня отмел все нападки оппозиционера. Цены на представительские авто взяты у официального дилера, причем с минимальной комплектацией. К тому же закупаются иномарки взамен старых «Волк» не в личное пользование, а для всех депутатов. Документы, в итоге, говорит Семенов, внесут лишь чисто технические правки. Вообще интерес скандального блогера, по мнению Валерия Семенова, вызван скорее личной неприязнью из-за перепалки в интернете с Юрием Швыткиным. Недавно красноярский парламентарий обвинил Навального в распространении через свой ЖЖ фальшивых листовок от имени правящей партии. Не исключает зампред, что к автору «Роспила» обратились конкуренты дилеров. Ну, допустим, почему бы нам не приобретать «Мерседесы». Автоцентр «Мерседес» может куда-то так обратиться. Или «Ниссаны». Я не хочу никого обвинять, но не просто так вдруг с высоты такой блогер, защитник права и вот обратил внимание на закупы именно в Красноярском крае, когда в стране тысячи, миллионы, наверное, проходит торгов, где действительно есть за что уцепиться. Справедливости ради заметим, что Красноярский край не уникальный пример контроля. А сайт «Роспил» отслеживает госконкурсы по всей стране. Мало того, Навальный уже добился отмены торгов по десяткам из них. К примеру, в 2011-м чеченские милиционеры остались без люксовых БМВ за 113 миллионов рублей.